Около 40% всех краж, зарегистрированных на территории Брестского района, были совершены на дачных участках. Как правило, они входят в состав садовых товариществ, огороженная территория которых редко останавливает вора. Тем более, если замок на заборе того или иного дома прожавел от старости, а двор полон полезными, с точки зрения злоумышленника, вещами. В основном крадут бытовые предметы, вещи, вентиляторы, например, утюги, естественно, спиртные напитки, если они есть, продукты питания, если это дача жилая, либо периодически посещается, инструмент, хозоинвентарь, электроинструмент, стройматериалы. По словам правоохранителей, почти все дачные кражи имеют серийный характер. Такой вывод был сделан неспроста. Зачастую, расследуя одно преступление, следователи по ряду причин выясняют, что у многих краж один почерк, а, соответственно, и один автор. Поэтому первая задача для хозяев, которые, собрав урожай, спешно покидают садовый домик, тщательно позаботиться о сохранности своего имущества. В не меньшей степени это касается и председателей садовых товариществ. Согласно указу номер 50 президента Республики Беларусь, в садовых товариществах предписано им создавать добровольные дружины из членов садовых товариществ, где они должны патрулировать свое садовое товарищество, в связи с чем тоже это была бы какая-то профилактика. Мы собирали в феврале месяце председателей садовых товариществ, где им разъясняли это, однако до настоящего момента как бы остается вопрос открытым. Более того, многие владельцы дач забывают о том, что они вправе воспользоваться услугами департамента охраны. Установка сигнализации, безусловно, станет мощной защитой для вашей дачи. Однако не стоит забывать о том, что есть еще и внешний двор, на котором не следует оставлять стройматериалы, садовый инвентарь и другие ценные вещи. Соблюдение этих простых правил – злог того, что ваша дача не станет жертвой грабежа.